Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщи Ди и добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хочу показать тебе что-то важное, что происходит с биткоином. Сегодня я хочу показать тебе что-то важное, что происходит с биткоином. Также мы посмотрим на кратко и долгосрочные перспективы цены главной криптовалюты. И начнем с 4-х часового графика биткоина. Ну разве это не идеальный коридор, скажи мне? Мы торгуемся в диапазоне от 45 тысяч долларов до 47 тысяч долларов. Бери и покупай то, что снизу и продавай то, что сверху. Мы видим, что перед этим мы также торговались в похожем коридоре вот здесь. Однако из него мы выпали вниз и теперь торгуемся в коридоре пониже. Вопрос очень простой. Будет ли повторение похожего сценария и здесь? Такое же пробитие вниз и проторговка уже в этом коридоре. Во-первых, самая сильная поддержка находится на отметке 42 тысячи 600 долларов, от которой мы постоянно отталкивались вот здесь, здесь и здесь. По логике вещей мы должны ее протестировать снова. Но также мы видим, что отметка в 45 тысяч 100 долларов также является неплохой поддержкой вот здесь и вот здесь. Хотя перед этим она была в виде сопротивления вот здесь. От этого уровня в 45 тысяч 100 долларов мы уже не один раз отталкивались. И если посмотреть на дневном графике, то мы увидим следующее. Верхняя граница была сопротивлением для цены биткоина. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Но потом мы ее пробили и закрепились выше нее. И как ты думаешь, что это за отметка? 45 тысяч 100 долларов. Как раз вот эта точка, от которой мы отскочили. Поэтому можно сделать вывод, что 45 тысяч 100 долларов также является достаточно крепкой поддержкой. Но после нее следующая поддержка будет находиться на уровне 42 тысячи 600 долларов. Поэтому я и поставил туда свой ордер на покупку на всякий случай. Однако я все же ожидаю достижения верхней границы этого коридора, попытку его пробить. И если мы закрепляемся выше, то продолжение роста биткоина. Почему я так думаю? Сейчас объясню на примере этого графика и еще одного, который будет в конце видео. Это долгосрочный недельный таймфрейм. И здесь повторяется очень интересная ситуация. Но для начала я хочу обратить твое внимание на вот эту вот среднюю скользящую. 50-дневную среднюю скользящую. Чем она так примечательна, так это тем, что она постоянно служит то сопротивлением, то поддержкой. Например, вот здесь она была поддержкой, здесь тоже поддержкой и здесь поддержкой. И первый раз мы ее пробили в декабре 2021. И с тех пор мы находились ниже нее и только сейчас выбрались выше. Это очень-очень важно. И заметь, что следующие две свечи биткоина лежат четко на этой скользящей. Если эта скользящая сейчас превращается в поддержку после того, как с декабря 2021 была сопротивлением, это будет означать сигнал на рост биткоина. Далее посмотри на вот эту фигуру. Очень интересная фигура, которая уже у нас была. Вот, например, первая такая фигура в 2020 году. Цена биткоина торговалась в ее пределах, где нижняя граница была поддержкой, а верхняя сопротивлением. Но как только цена биткоина выбралась выше нее и закрепилась выше нее, нас ожидал вот этот параболический взлет цены. Очень интересно, не так ли? Ведь сейчас мы находимся в абсолютно похожей фигуре, где нижняя граница служит поддержкой, а верхняя сопротивлением. И прямо сейчас мы выбрались выше этой фигуры. И если здесь будет такой же закреп, как вот здесь, то нас может ожидать параболический рост биткоина, как вот здесь. Очень похоже, не так ли? А теперь я хочу показать тебе самое сочное в этом видео. Это вот эта диаграмма. Она показывает нам процент предложения биткоина, которое не двигалось больше года. И мы можем увидеть, что сейчас этот показатель находится на исторических пиках. Причем за последние 7 лет так высоко мы были лишь трижды. И что это значит? Это значит, что большинство слабых рук уже давно покинули рынок. Их уже вытряхнули с рынка. И мы наблюдаем то, что как только этот индикатор достигал исторических пиков, цена биткоина начинала параболически расти. Например, вот здесь. Посмотри, индикатор на историческом пике. Что было с ценой биткоина? Вот такой большой параболический рост. Еще один случай, например, вот здесь. Индикатор на историческом пике, цена биткоина перешла в параболический рост. И сейчас мы находимся на пике этого индикатора. Что это значит? что вполне вероятно, что биткоин может повторить такой параболический рост, как вот здесь и вот здесь. Поэтому я ожидаю, что на средней и тем более долгосрочной дистанции биткоин будет расти. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Надеюсь, что эта капелька позитива в такое время тебя поддержит. Сейчас поддержка нужна как никогда. Береги себя и своих близких. Увидимся в новом видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!